Очередное потепление обернулось массовым сходом снега с крыш. С многоэтажных домов то и дело скатываются глыбы снега и льда. Управляющие компании, которые неделю назад занимались уборкой снега с высотных зданий, ограждают тротуары красными лентами. Однако и эти меры не дают реальной защиты. Сидели, чай пили, потом слышим какой-то шум на улице. Пошли, посмотрели. Жена пошла к одному, а я к другому. Что увидели, то и увидели. Вот впервые за 6 лет живем, впервые за 6 лет такой случай. Разбитое лобовое стекло и сильно поврежденный капот – таков результат схода талого снега с крыш многоэтажного дома. При том, что автомобиль стоял далеко не под окнами. Владимир незамедлительно обратился к участковому для фиксации ДТП. До его приезда транспорт не перемещал. Все обстоятельства случая должны быть максимально достоверны. После получения протокола позвонил независимому оценщику. Он проводит фотофиксацию нанесенного ущерба. Мы передадим фотографии эксперту, вызовем еще эксперта дополнительно. Он произведет экспертизу. То есть в данном случае будет претензия выставлена на основании независимой оценки. Но также можно, если, повторяю, все будет зафиксировано сотрудниками полиции, по возможности можно пригласить сотрудников управляющей компании, чтобы они тоже зафиксировали, что данные повреждения. Можно машину отремонтировать и идти уже за возмещением ущерба по фактическим расходам. С этим документом необходимо обратиться в управляющую компанию. В договоре между жильцами дома и обслуживающей организацией четко сказано о работах по содержанию крыш. Если они не выполняются, ответственность за ущерб от схода снега несут коммунальщики. В данном случае управляющая компания Коми-сервис. Чтобы очистить крышу от снега, управляющие компании нанимают автовышку. В городе их немного и стоимость услуг крановщика немалая. А потому чистка крыш не зависит от количества осадков и температуры воздуха. Снег копится и при тёплой погоде угрожает автомобилям и прохожим. Тяжесть снежных масс не выдерживают и специальные ограждения, установленные на крышах многоэтажных домов. Вот эта металлическая конструкция рухнула в нескольких метрах от тротуара. По данным независимых оценщиков, от падающего снега ежегодно страдают десятки городских машин. Максимальный ущерб выплаченной управляющей компанией составил около 200 тысяч рублей. Самые массовые повреждения получают автомобили у дома на Рыбников 6Б. Благо, пока обошлось без человеческих жертв.